Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог и начинаю его, хочу начать с посылочки. Начинают ко мне приходить все посылочки, подарочек, которые я себе сделала на Новый год. В общем, покажу вам сегодня. И, конечно же, хочу вас поздравить. Наверное, влог уже выйдет после Рождества, с Рождеством и с Новым годом! В общем, со всеми праздниками пожелать вам всего-всего самого лучшего и, самое главное, здоровья, море улыбок и отличного настроения. Вот. Мы, на самом деле, как я говорила, особо ничего не делаем, особо никуда не ходим и так далее. Но мои мальчишки тут решили кататься, в общем, они днем катаются у меня на квадроцикле. Тут зимой куда-то в лес ездили уже, там застряли. Ну, все как обычно, короче. Вот. Ничего нового. А посылочка моя, кто узнал, что это такое, это Павлопосадский платок. Не оставила я эту тему. То же самое, как и парфюмерия. Парфюм тоже ко мне должен прийти, новенький. Но я так чувствую вообще, наверное, после праздника что-то он у меня там где-то застрял. И не знаю, когда до меня доберется уже. Ну, ладно. Вот. Павлопосадские платки. Я не коллекционер. Мне они просто нравятся. Мне нравится их носить. Мне нравится... То есть я их подбираю под одежду. Да. Не просто вот ради коллекции. Хотя я тут видела на сайте. Я на официальном сайте заказываю. На сайте видела платок. Знаете, у них там есть такая история с этими платками. Можно... Там какие-то старые, старинные, скажем так, рисунки какие-то. Как бы восстанавливают, да. И там был один платок. Он мне очень нравился. Но вот эти вот старинные платки, они стоят где-то порядка 7 тысяч за один платок. По-моему, большого размера. И, честно, не помню. Вы можете посмотреть, там вкладочка предзаказов называется. И там был один платок такого бежевого цвета. Боже, как он мне нравился. Я всё хотела. Думала, ну меня всю жаба душила, короче. И я его так и не заказала. Из предзаказов он ушёл. Не знаю, надо посмотреть. Может быть, появится вновь. Ну, как-то 7 тысяч. Ну, хотя они стоят того. Они действительно стоят того. И это очень классно. Я зимой их ношу. Я вот так вот ими заматываюсь. И сверху одеваю, ну, там, куртку или что, да. И вообще нереально тепло. То есть спина, плечи, всё вот здесь вот полностью тёпленькое. Горлышко вообще. Платки, конечно, крутые. Я знаю, есть люди, которые считают их какими-то старыми, бабскими. Это не так, девочки. Это не так. В общем, буду распаковывать сейчас. Мне очень нравится, как они запаковывают. Вот такая обычная бумага, да. И вот так вот всё это раскрывается. Очень классно. У меня, кстати, нет никаких промо-кодов. Меня как-то спрашивали. Нет, у меня ничего нет. Если у кого-то из вас есть, обязательно поделитесь в комментариях. Но у меня, к сожалению, ничего нет. Я не сотрудничаю с этой компанией. С ней не нужно сотрудничать. Они знают все. Вот, поэтому, ну, как бы, как бы вы понимаете. Столько бумаги. Ещё всё это в пакете. Сейчас я разверну, покажу. Я потом его разложу на кровати, тоже вам покажу. Также мне писали, ну, у меня есть серия, у меня есть несколько видео на канале, где я показываю вот эти Павла Посадские платки, в том числе и свою коллекцию Павла Посадских платков. Я, кому интересно, оставлю вам на эти видео ссылку внизу в инфобоксе. И мне там писали, что я неправильно показываю эти платки. И вообще, я ужасный коллекционер. Я не коллекционер. Я просто любитель. Я человек, который покупает их не для коллекции, а для того, чтобы носить. Это касается всего парфюмерии в том числе. Поэтому я просто... Ну, это просто красота, которую невозможно... Которую нужно себе позволить, скажем так. Вот. Ну, давайте скажу, что нужно мне говорить, да. Автор рисунка Сухаревская Татьяна. Я надеюсь, я правильно поставила ударение. И название рисунка Пленительный июль. Шерсть меринос стопроцентная. Размер 146 на 146. Вот. Я поближе вот эту вот этикеточку тоже вам покажу. И артикул тоже поближе покажу. И оставлю ссылку на те видео и на этот платок тоже. Если он еще есть. Если нет, то я оставлю артикул, который вот здесь вот указан. Потому что мне писали, что я там ужасный показываю. Смотрите, какая красота. Боже, нет. Его надо раскладывать и показывать, как он выглядит. Смотрите. Это такой вот коричневый. Единственное, что у меня нет ни одного платка, связанный бахромой. Очень хочу себе такой платок как-нибудь приобрести. Я его сложила вдвойне. Давайте сделаю вот так, чтобы было видно, как он будет. Ой. Как он будет. Смотрите, какой красивый. Девочки, вы посмотрите, какой красивый. Этот платок, я его когда увидела на сайте, я в него влюбилась. Ну и вот тот, который по предзаказу, конечно, тоже надо. Надо было. На самом деле, сейчас немножко даже жалею, что не раскошелилась на него. Но что-то 7 тысяча подушила очень, девочки. Вот такой. Видите, с коричневой вот такой полоской. Ну, что-то подобное я хотела. Мне как раз под очень много одежды подойдет. Вообще, я их обычно зимой, вот сейчас зимой, да. Они же шерстяные, теплые. Они очень, даже несмотря на то, что они вот такие тоненькие, они очень теплые. Знаете, как я их ношу? Сейчас я вам покажу. Я одеваю вот так. И вот так вот. Вот так вот. И сверху одеваю какую-то, ну, вот так поближе сюда. И сверху одеваю куртку. И у меня сзади спина, все вот здесь вот, все у меня закрыто. Это очень классно. В общем, они очень теплые, мягкие. Не знаю, мне они очень нравятся. Но они не совсем такие мягкие. Они такие, ну, крутые платки. Очень красивые. Давайте я разложу вам, покажу, как он полностью смотрится. Вот я его разложила. Девочки, смотрите, какой красивый платок. Просто. Так, мои мальчишки приехали. Но платок просто красивейший. Сейчас я вам покажу бирочку поближе. Очень красивый, согласитесь. Вот, вот его бирочка. Давайте покажу поближе. Так, вот что меня просили, да, показывать. Пленительный июнь. Вот Сухаревская Татьяна. Вот артикул, пожалуйста. Сорт первый. Не знаю, что еще нужно показывать. Вот размер. Вот, все, наверное, да. Я думаю, что все. Ну, это же красота. Слушайте, ну, такой красотой надо себя баловать. Если кому нравится, кому не нравится, пожалуйста. Я никого не заставляю, что называется. Но кому нравится, девочки, надо баловать себя такой красотой. Вот. И если вдруг у кого есть какой артикул со скидкой, обязательно напишите мне. Потому что у меня нет. Я покупаю, ну, там распродажи какие-то бывают и так далее. В общем, покупаю. Так что, смотрите, какая красота. Здесь он такой бежевый. Получается, к лицу он будет светленький. Да. А по краям он уже вот такой коричневый. Очень красиво. Мне нравится. Я прям в восторге. Прям настроение плюс сто. Красота. Красота. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Купил яблочки, бананы, мандарины Все у нас закончилось И помидоры, огурцы и сметанку Я вот сейчас буду делать вот эту запеканку С фаршем и с лапшой Да господи, как она, сейчас скажу Вот с этой вот лапшой, которую я тогда покупала Я решила сделать запеканку Там как раз нужна именно сметанка В общем И еще конфеты вот такие вот Эх, куда нам конфеты Ну Вот это вкусные вот эти Вот мы не первый раз уже берем Покупаем вот эти вот Вот так вот они называются Очень вкусные конфетки Вот эти у меня мальчишки мои любят А вот эти мне очень нравятся конфеты Вот Очень вкусненькие конфетки вот такие Так что Так что праздники у нас продолжаются Ну что, начинаем делать нашу запеканку Я обжариваю фарш Это у меня фарш из грудки индейки На самом деле, мне кажется, можно взять любой абсолютно фарш Вот И обжарить, ну, практически до готовности, можно так сказать Вот Вместе со специями немножко подсолила Также я буду обжаривать полукольцами Нарезала лук, да И буду его тоже обжаривать Хотя по рецепту нужно выкладывать Необжаренный сырой лук Непосредственно уже на саму лапшу Но я решила почему-то обжарить Не знаю почему Также помидорки Нам нужно для запеканки этой Тоже я их заранее быстренько нарезаю Подготавливаю, скажем так И вот эту лапшу я ее отварила Хотя мне одна девушка написала Что отваривать предварительно не нужно Форму мы обмазываем маслом И немножко обсыпаем панировочными сухарями Так вот, на самом деле Эту лапшу не нужно было отваривать Потому что она у меня вся слиплась Ее невозможно Видите, что с ней произошло Конечно, на вкус запеканки Это никак не повлияло Запеканка очень вкусная Моему мужу прям понравилась Особенности вот эта лапша Вот, но действительно нужно было не отваривать А вот так пластиночками положить Может быть просто подольше подержать в духовке Чтобы она полностью приготовилась Но по рецепту было то, что ее нужно отварить И по рецепту на лапшу нужно выложить лук Вот этот сырой Я почему-то сделала все наоборот Не знаю почему Конечно же ингредиенты Все я вам оставлю внизу в инфобоксе Вот обжаренный лук сверху выкладываю фарш Мне почему-то показалось, что так будет вкуснее И далее выкладываем наши помидорки То есть полностью закрываем Ну получается фарш, да, лук Полностью закрываем помидорками И также натираем сыр Это мы будем посыпать сверху Мне кажется, что если готовить Не отваривать предварительно вот эту лапшу То уже сыром посыпать ближе к концу приготовления Да, чтобы он не подгорел И вот делаем эту заливку Взяла 3 столовые ложки сметаны Развела водичкой И нужно посолить Потому что немножко такая пресноватая Вот эта вот водичка получилась Как подлива она такая Ее все-таки нужно посолить Хотя по рецепту этого не было почему-то Я бы поперчила даже Вот, и выкладываем наш сыр И будем отправлять в духовку При температуре 180 градусов на 30 минут Так указано по рецепту Если делать из сырая Мне кажется, можно и подольше Чтобы она постояла Вот такая вот запеканка у нас получается Скажу, что она безумно вкусная Моему мужу очень понравилась вот эта лапша Обязательно потом сделаю другие блюда Из этой лапши Которые вы мне рекомендовали обязательно Потому что моему мужу просто очень понравилось Я думала, что это просто обычные такие макароны Скажем так Но по вкусу Это даже вкуснее, чем тесто у пельменей Такая очень вкусная вот эта лапша Прям вообще обалденная Почему я раньше ее не покупала, не знаю Единственное, что да Вот эта запеканка Она вот когда ее достаешь Она вся вот так вот немножечко разваливается Но на вкус это не повлияло Видите, там получается вот эта вот сметанная такая водичка Которую все-таки нужно посолить и поперчить немножечко Тогда будет так вот поострее, повкуснее Я бы так сказала Но моему мужу, еще раз повторюсь, очень понравилось И мне тоже действительно получается Знаете, получается как такие ленивые пельмени Я бы это назвала по вкусу получается Очень вкусно Ну а вечером мы продолжаем просмотры различных фильмов Муж у меня тут даже подготовился Съездил, купил готовый попкорн Чтобы ну совсем у нас была такая атмосфера кинотеатра Очень классная Мы подписались там на какую-то подписку ОКО, по-моему, называется И можно на разных устройствах смотреть И в общем у меня муж там какой-то сериал начал смотреть И вот мы смотрим фильм Сейчас мы смотрим путешествие по Амазонке Или круиз по Амазонке Как-то так круиз по Амазонке, по-моему, называется Очень интересный фильм Прям вообще мне мальчишкам понравился Прям обалденно Мы еще тут смотрели Не помню тоже как называется Ну вот это серия Марвел Вот эти супергерои все Конечно тут Джузька моя с нами Каспер к нам не присоединился В общем мы тут валяемся И вечером смотрим различные фильмы Ну конечно же наши все вот красавчики Тут приходят к нам Вот поедаем мы еще и конфетки Вот у меня спрашивали тоже Как мне удается не поправляться Ну поправляюсь, конечно Они тут во время просмотра тоже драки устраивают Ко мне тут жмутся У меня все ноги уже поцарапаны В общем весело Ну и вот эти вот, конечно же, постоянные их игрища Это вообще нечто Тут вверх дном у нас все тут стоит В общем Вот такая вот у нас тут красота Так в принципе особо ничего не делаем Мы вот смотрим различные фильмы Тоже классно Сейчас посмотрела точное название Называется Круиз по джунглям Очень классный фильм Кто не смотрел, обязательно посмотрите Ну а я на сегодня буду с вами прощаться Я надеюсь, что вам понравилось такое видео Оно было для вас интересным Всю информацию, как всегда Я оставила вам внизу в инфобоксе Переходите, смотрите Всех люблю, целую И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok